Доброго времени суток, уважаемые любители бокса. 18 мая 2024 года в Саудовской Аравии состоялся 10-раундовый бой в первом тяжелом весе, в котором встретились бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев с рекордом 35 побед, 4 поражения, 1 ничья, 29 побед нокаутом. И шведский проспект Робин Серван Сафар, у которого рекорд 16-0, 12 побед нокаутом. На взвешивании оба показали на весах 88 килограмм и 100 грамм. Сергей Ковалев до этого выходил в ринг последний раз два года назад, в мае 2022 года, когда выиграл по очкам у тоже ни разу не проигравшего Тервела Пулева. Перед боем Ковалев обещал «Я не хочу делать никаких прогнозов, я просто хочу выйти в ринг, показать свои лучшие качества, чтобы вы увидели, на что я способен», сказал Сергей Ковалев. «Ну давайте посмотрим, что произошло в ринге». Первый раунд получается достаточно сумбурный, много джебов, Сафар идет вперед, пытается навязать Ковалева в высокий темп. Несколько клинчей и работа от Сафара по корпусу. Насколько комфортно может Ковалев держать высокий темп, мы, конечно, увидим дальше. Сам Ковалев в основном работает в голову, по корпусу пока ударов нет. Достаточно близкий первый раунд, но, возможно, судьи отдадут его Сафару за активность. Второй раунд. Возникает ощущение, что на действии Ковалева сказывается боксерская ржавчина. Он не может найти свою дистанцию пока и нет точных ударов. А вот Сафару удалось попасть справа несколько раз, причем и в голову, и в корпус. В этих ударах нет мощи, но, думаю, раунд забирает боксер из Швеции. Третий раунд. Он получается достаточно интересным с тактической точки зрения. Когда Сафар идет вперед, навязывает сумбур, ближнюю дистанцию и много ударов, Сергей Ковалев выглядит достаточно бледно. Но как только Сафар останавливается, Сергей Ковалев устанавливает очень удобную для себя дальнюю дистанцию и комфортно перерабатывает своего оппонента. Где-то примерно за 30 секунд до конца раунда неожиданно Сафар нанес жесткий точный удар с правой в голову. А еще через 10 секунд очень хорошо пробил с левой по корпусу. Он продолжает инициировать клинчи и борьбу. Видимо, хочет измотать Сергея Ковалева. Весьма интересный раунд. Четвертый раунд. Периодически очень хорошо видно, что Сергей Ковалев начинает хватать воздух в том. Он выбрасывает, как правило, джебы или левый-правый, но в его ударах нету мощи и взрыва. Видимо, он экономит силы. Сафар продолжает прессинг. Было одно хорошее попадание справа. И в целом, как мне кажется, очень скоро вопрос выносливости выйдет на первый план. Пока, на мой взгляд, Сафар выглядит чуть лучше. И периодически его удары кажутся более жесткими. Пятый раунд получился достаточно спокойным. Сафар немного сбавил давление. Темп упал. И вот в таком среднем темпе видно, что Сергею Ковалеву боксировать гораздо комфортнее. Он попадает легкими ударами и сам пропускает уже меньше. Если бой продлится вот так вот все раунды, Ковалев сможет забрать его по очкам. Но не будем забегать вперед. У нас впереди вторая половина боя. Шестой раунд. Сафар вернулся к давлению. Продолжает идти вперед. Периодически попадает по корпусу. Но в ударах нет опасности. Причем ни у того, ни у другого. За 45 секунд до конца раунда у Сафара вылетела капа. После того, как его вставили, видимо, отдохнувший Сафар попытался устроить спурт. И конец раунда прошел в достаточно бодром обмене ударами. Двой раунд. Сафар продолжает лезть в ближний бой. И Сергей Ковалев даже не пытается держать его на дистанции. Вблизи периодически прихватывает своего оппонента. Их разводит рефери. И все продолжается. Боксеры почти не наносят жестких акцентированных ударов. Один удар за весь раунд от Сафара справа. И ни одного удара от Ковалева. Несмотря на достаточно большое количество попаданий, опасности просто не чувствуется. Такое ощущение, что оба готовились на шесть раундов. А им вдруг перед боем сказали, что раундов будет десять. И они экономят силы до конца. Восьмой раунд. Сафар взял паузу. Снова дистанция растянулась. Темп упал. И в такой манере Сергей Ковалев достаточно комфортно затыкивал своего оппонента на дальней дистанции. Когда два года назад я делал обзор боя Ковалева с Тервеллом Пулевым, я уже тогда сказал, что того Сергея Ковалева, который был одним из главных звезд канала HBO, мы, наверное, уже больше не увидим. Потому что он закончился. И в этом бою все выглядит именно так, к сожалению. В девятом раунде возникло ощущение, что у Сергея Ковалева закончился бензин. Он пропустил в этом раунде больше ударов, чем, наверное, за предыдущие раунды в пять. Причем все удары Сафара были видны, но при усталости падает скорость реакции. Скорее всего, эти удары и долетали до цели. Десятый раунд начался достаточно спокойно. Дальняя дистанция, возникло ощущение, что у Сафара тоже закончились силы. Однако примерно за минуту до конца он донес до цели очень жесткий акцентированный правый прямой и продолжил давление. За пять секунд до конца раунда количество попаданий перешло в качество, и Сергей Ковалев оказался на настиле. Это была очень хорошая комбинация левой-боковой и правой уже по падающему оппоненту. Ковалев встал, и бой закончился. По итогам счет судей 97-92, 99-90 и 95-94 в пользу Сафара. Теперь у Сафара 17-0, и это, наверное, самая важная победа пока в его карьере. Посмотрим, куда дальше он придет. Что касается Сергея Ковалева, ну, не знаю. Мне кажется, что не стоит подвергать риску здоровья выходить на ринг, даже когда предлагают хорошие деньги. Но тут ему, конечно, виднее. А что вы думаете по поводу всего происходящего? Напишите свое мнение в комментариях, если оно у вас есть. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был Дмитрий. Всего вам доброго, удачи. До новых встреч.